Поговорить о жизни – это совсем не то, что поговорить за жизнь. А мы будем говорить именно за жизнь. Она того стоит. И будем стараться мудреть от этих разговоров о нашей радости и о нашей боли, проблемах и победах нашего бытия. Зритель мой, здравствуй! Девочка из сибирской станции «Зима» стала известной, а главное – любимой актрисой для миллионов. Она снялась в более чем ста фильмах. Она не на один раз с творческими вечерами объехала весь Советский Союз. Она знает, что такое больно и что такое фрагмент настоящего счастья. Сегодня за жизнь нашу мы поговорим с заслуженной артисткой России Мариной Яковлевой. Марина, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! А что для вас станция «Зима» сегодня значит? Станция «Зима» – это моя родина. Мне было 6 месяцев, когда родители уехали. Папа был машинистом, главным машинистом, значит, водил поезда. По транссибу. Да, да. И он часто перебрасывали. И мама за ним ездила, как жена декабриста, вот с двумя детьми. Мне было 6 месяцев, когда родители уехали. И я совершенно не помню, я не видела никогда станцию «Зима». Хотя меня познакомили с Евтушенко, с Евгением Евтушенко. Я была студенткой, еще одна из первых картин на третьем курсе. Написано было там «Станция «Зима», и меня подвели, познакомили, в картине взлет я снималась. Ну вот, и я никогда не была на «Станции «Зима». И что за город такой? И никогда. Никогда. Город «Зима» написан у меня в паспорте. В зиме и весной 1 апреля. И вдруг, 3 года назад, у нас гастроли по Иркутской области, по северу Иркутской области. И мы даем спектакли, но в зиме, но проезжаем зиму. Там, по-моему, Саянск город, там несколько километров от зимы. Но мы остановились на станции «Зима», вышли на этой станции. И я начала фотографировать, и побежала в эту станцию. Вот она, она же современная. И говорю, это «Станция «Зима», это вот она, вот такая была? Нет, это новая. Но вы посмотрите, вы себя здесь увидите. И вдруг, смотрю, стоит такая стеклянная стелла, и там написаны наши знаменитые земляки. И Марина Яковлева. Да, Евгения Евтушенко, какие-то оперные певцы, певицы, и Марина Яковлева. Моя фотография, и мне прям слеза прошибла. Это «Родина знает, Родина слышит». А где детство прошло вообще, Марина, большая часть его? Родители уехали в Нижнеудинск. Это тоже Иркутская область, тоже север, там, вот по железной дороге, туда вверх, Иркутской области. Потом папа с мамой развелись, и мы уехали на год, с сестрой нас отвезли, ну, или на полтора, у меня такое ощущение, что два года, ну, по-моему, год. Вот, на Байкал, ну, в сорока километрах от Байкала, село Яланцы, такое вот. И потом, перед школой, мама забрала нас с сестрой, и я пошла в первый класс в городе Шелихов Иркутской области. Закончила школу в этом городке, проучилась, 20 километров от Иркутска, такой город-спутник. Марин, а если с высоты прожитого времени оглядываться, детство – это счастье? Или трудно? Это, оно было такое суровое, все-таки, суровое, потому что папа с мамой развелись, но и счастье тоже, тоже какое-то беззаботное. Мама все для нас делала, чтобы мы хорошо учились, старалась для нас, и там, от чего-то оберегала, от каких-то дел, вот. Ну, какие-то там были свои сложности, трудности, но, в принципе, вполне благополучная такая, я даже, я приехала такой тепличной девочкой в Москву, 17 лет. А что папа с мамой развелись, это было рубцом на душе для ребенка неким? Я особо этого не понимала, нет, я не помнила отца, так какие-то фрагментарно, потому что мне было 5 лет, сестра помнила, она меня на 5 лет старше, а я папу не помнила, и уже дядя Ваня появился, когда мне было 6 лет, вот в школу. Дядя Ваня – это отчим. Дядя Ваня – это отчим, да. И вот благодаря ему, у меня такое, вот какое-то было детство, ну, маму, если бы, конечно, просто она встретила этого человека, который был очень-очень добрый, очень нас, очень меня любил, много мне уделял внимания, читал книжки, возил в поликлинику делать прививки, и особенно он любил кино, и вот он в 10 утра почему-то, он, ну, работал на заводе Дракусском алюминиевом, и он, значит, пойдем, в 10 часов утра мы ходили на сеансы, а потом и на 12, «Неуловим мстители», «Фантомас», все в фильме смотрели «Крепкий орешек» с Надеждой Румянцевой, и вот мы… С дядей Ваней. С дядей Ваней, да, я помню. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-тачанка едет на лошади, да-да-да, эти «Неуловим мстители», такие, знаете, «Закат», и такие, четыре этих «Садника» или три едут вот на «Закат», и это несколько раз смотрели, может быть, я-то думала, что я после седьмого класса захотела быть актрисой, а может быть, вот это заложилось. А почему «Артистка»? Это вот все с этого кино, с дневного сеанса, от «Дяди Вани»? Ну, вот сейчас я пришла к такому выводу, что, наверное, какие-то зернышки все-таки заложились там, Хотя я думаю, что такая мечта, она зародилась где-то в классе в седьмом. У нас, помните, был такой культмассовый сектор, продавали билеты школьникам. Я посмотрела фильм «Горячий снег», я думала, идти не идти, идти не идти. По Юрию Бондареву. По Юрию Бондареву это был фильм про войну, очень суровый фильм, там, по пахе, жёнов такой нарисован, война. Я думаю, да нет, не люблю военные фильмы, жизнь не так тяжёлая, но тяжёлый. Вот всё-таки какая-то нелёгкая была. Я помню, у бабушки ещё мы жили, когда был не то, что голод, но хлеба не было. Очереди за хлебом стояли, и как-то продуктов не было, и что-то... Ну, не то, что... Вот хрущёвское это время было, какая-то отепель, но почему-то дефицит продуктов. Советский человек, он всегда жил в дефиците. Да, вот в дефиците, да. И как-то вот всё трудно, что-то дом строили, что-то всё это задумали, долг какой-то. Ну, в общем, так всё непросто, чтобы ездили на юга, по заграницам или какие-то. Нет, нет, вот такая вот сибирская такая суровая жизнь. Ну и вот. И вот я увидела, я думаю, ну ладно, пойду, ну что, не пропадать билету. И пошла, посмотрела, и так меня этот фильм вдохновил, так я воодушевилась, такой подъём душевный, такой это патриотический фильм, прекрасный. Это о любви, о войне, какие солдаты, какие вот, ну, наша Родина такая. И я влюбилась в этого лейтенантика, которого играл Борис Токарев, начала про него читать. А у меня была такая стопка журналов «Советский экран», мне отдала там знакомая тётенька, мамина подруга. И я начала искать про него, читать, листала, нашла, узнала, что он учился во ВГИКе. Вот. И к десятому классу уже у меня как-то меч... Уже я забыла, я же в какого-то другого артиста влюбилась. Конечно. Вот. Но мечта зародилась. И плюс ещё к этому мне... Я часто, я как-то легко пародировала, передразнивала. Ну, я у бабушки жила, а там очень артистичные люди. И я вот без смеха невозможно было смотреть. Бабушка с дедушкой, они общались, он был из кулаков, бабушка была из батраков. И вот эти такие классовые... Причём дедушка был глухой, на пенсии, бабушка тащила на себе всё. У неё было 10 детей, она была мать-героиня. И она была почётным вот в этом Виланцах, в Виланцинском районе, такой районный центр. Она была такая почётная, у неё была медаль, звезда матери-героиня, три ещё ордена каких-то. Материнская слава. Материнская слава, да. И она была депутатом местного совета. При этом она, по-моему, была неграмотной даже, там, типа, ставила какие-то там закорючки там, да. И она была власть. Ну, она дедушкой как-то так... Вот. И дедушка, чтобы вызвать жалость, вдруг, ну, там, пьёт чай. Просто про юмор, про вот этих вот каких-то шукшинских каких-то... Шукшинские корневые вот эти вещи. Да, да, да. И вот дедушка сидит там, пьёт чай, что-то вызвать жалость у бабушки. И он так несёт блюдце, подносит ко рту, так у него трясётся рука, и он так пьёт, ставит на стол. Потом бабушка говорит, а потом он вдруг раз, и выпивает и ставит. Бабушка говорит, смотри, смотри, не трясётся рука-то. То есть, слушай, артист ещё тот был. Понимаете, такую жалость. Ну, и всё время какие-то подсмеиваются, какие-то смешные, какие-то их такие диалоги. Какие-то шпильки такие. И мне вот хотелось, вот я приезжала, я была городская, я была из города Шелихов, это была такая глухая деревня 200 километров от Иркутска. Я приезжала городская, но мне хотелось влиться в эту жизнь деревенскую. Вот хотелось потом сыграть эти образы деревенские. А вы помните первую реакцию, когда вы дома сказали, что я поеду поступать в ГИТИС, не знаю, вообще, в Москву на артистку? Да, помню. Что сказала мама, отчим, родные? Мама вообще расстроилась. Ну, я ещё, я легко пародировала одноклассников, учителей, мне это легко давалось, я передразнивала, пародировала легко. И ещё читала басни в лицах, смешно, мне заставляли. Поэтому это как-то меня, как-то, ну, вроде бы могу что-то, я могу, а с другой стороны, как это я, что я могу? Но в то же время могу. И вот мама как-то расстроилась немножко, потому что она хотела, чтобы я была детским врачом. А дядя Ваня меня поддержал и как-то верил в меня. И вот я три года написала письмо в Афгик, почему-то хотела к Макаровой, к Герасимову поступать. В Афгик, где учился мой герой. Да-да-да, любимый ваш. Борис Токарев, да. И вот написала письмо, что нужно там басню, прозу, стихи, спеть, станцевать. И я начала вот какую-то прозу там учить. От зеркала не отходили, конечно, всё там репетировали. Нет, я не зеркало, а я в ванной запиралась и каждое слово разбирала. И я сидела год, наверное, эту басню в лицах как-то, я её разобрала. Да, и вот я сейчас вспомнила, Александр, я вспомнила, может быть, ещё откуда у меня. Это интуитивно. Во-первых, за диване до школы ходили в кино, смотрели фильмы. А ещё я любила, вот про зеркало вы сказали, зеркало у нас такой, шкаф большой. Мне брат обещал отдать его, я хочу забрать этот фамильный шкаф. Такой старый, такой уже старинный, родной память. Его величество шкаф. И я садилась, он был тогда новый, модный, диванный шкаф. И я садилась, ставила столик такой, садилась на маленький стучек, писала программу передач. У нас были такие дикторы местного телевидения, Нелли Бархатова и, по-моему, Владимир Котов. И они вели, они очень такие серьёзные, ну, такие вот, ну, как советские дикторы такие, да. И они, значит, вели там программу передачи. И я садилась и читала программу 10.30, утренняя зарядка, там 8 часов, утренняя зарядка, в 10.30, мультфильмы, там, рассвет коммунизма, там, по передаче или что-то ещё. Вот такое. И я всё это сидела и читала. Сидела, смотрела и читала диктором. Вот, видимо, интуитивно мне хотелось что-то вот быть в телевизоре в этом. Марин, вы поступаете в ГИТИС, конкурс сумасшедший был. Да, около тысячи человек на место тогда. Тысячи человек на место. Да, да, да. И девочка из сибирского городка стала одной из этой тысячи, которая поступила. Да, да, это было невероятно, потому что сейчас как-то всё ближе. Всё-таки и интернет, и всё, и как-то сейчас проще, наверное. А тогда это было как на Луну полететь. Это было что-то, ну, как это. Это космос, космос. Слушай, артист – это было небожито. В храмах не было. Всё было, вся эта истинная… Ладынина, Тихонова, Мордюкова – это были боги. Да, вот такому молились. Это были боги. Да, правда, правда. Да, законодатели моды. Жизнь, духа, устоя. У всех висели там какие-то фотографии на стенках. Вот это кто был. А вы помните свою первую реакцию, когда вот я артистка, я студентка, я поступила, я смогла. Да, я, да, как-то всё так, поскольку это перестройка, всё как-то на каком-то полу, в полу каком-то обмороке, в полу бреду. Марина, вы стали достаточно рано сниматься. Это случай? Его величество – случай или нет? Нет. Это случай, но это и не случай. Меня стали, заметили ещё в ГИТИСе, вот мы читали эти, видимо, я не знаю, видимо, какая-то я то ли целеустремлённая, то ли там одухотворённая. У меня какое-то, ну, такое лицо, необщее выражение, почему-то вот ассистенты меня любили приглашать часто. И вот меня пригласили сразу на какие-то там фотопробы, я была там абитуриентка, и потом, ну, ещё нельзя было сниматься, и я после первого курса перешла на второй, меня пригласил Юрий Павлович Егоров. Приглашение вот на роль в картине «Ветер странствий», это была моя первая роль. Все поехали на картошку, я тоже, а потом с картошкой меня вызвали телеграммой в Ленинградской области. Это вот Юрий Павлович Егоров, наш классик, который снимал, простая история, они были первыми, отцы и деды. Вот судьба, наверное. Однажды два лет спустя. Его величество случай, как это сказать. Да, ну, наверное, случай, да. Случай. Вашим мужем был Андрей Ростоцкий, известный, любимый, многим актёр, многими для многих. Это было трудное счастье, честно, Марина. Это было и закономерное счастье, потому что, ну как, я снялась после третьего курса просто как из рога изобилия. После вот этого «Ветер странствий», потом ещё взлёт Севтушенко, ещё там пару каких-то небольших ролей. И после третьего курса института просто рвали на части, просто стопами сценарии. Пришлось выбирать, выбрала три роли, две таких больших, а одна за главной, то есть про мою героиню. Вот, и когда съёмки закончились, с третьего на четвёртый курс я пошла, и мы около Мосфильма познакомились с Андрёшей Ростоцким, ассистенткой, которая приглашала меня в «Ветер странствий», которую меня впервые увидела, на первую роль пригласила Марина Степана Орлова. Потом она меня пригласила однажды 20 лет спустя. И вот она стояла, ждала кого-то там около Мосфильма, по-моему, меня даже, и бежал Андрюша Ростоцкий. И вот она меня с ним познакомила, как раз Денис Давыдов фильм снимался, и вот как-то такая вольта водуга. И что, вспышка прям. Какая-то у меня, всё, коленки затряслись, я вот какие-то голубые глаза, а такой какой-то невысокого роста, такой маленький, с перевязанной головой, забинтованной, там, лошадь его ударила на съёмках. И он так с интересом разглядел как-то, и всё, и глаза в глаза, и какая-то такая реакция пошла. Я влюбилась. Счастье трудным было? Или лёгким? Ну вот достался, как легко пригласил, продолжил, это было естественно, ну я же, как сказать, не на помойке валялась. Меня заметили, я снимаюсь, я работаю. Ела там роман, ухаживание, а потом жизнь начинается, трудная, с бытом, с характерами, с привычками, из разных миров люди. Да, да, но трудность в том, что мы много-много снимались. Очень дан приказ ему на Запад, я и в другую сторону. То есть в разные стороны, просто практически было очень мало времени совместной жизни. И мы сначала год с родителями жили, потом ещё год или два, в общем, до развода нам квартиру мы кооперативную купили. А молодые пылкие должны быть вместе, наверное. Они должны быть вместе, да. И я всё время, у меня, вот в чём оно трудное счастье? Потому что я всё время плакала, потому что мне хотелось его видеть, хотелось каждую минуту быть с ним. Хотелось, вот, а он куда-то уезжал, то на Украину, а у меня ещё институт, у меня ещё дипломный спектакль, у меня ещё три картины в Москве. Поэтому вот, вот вместе надо быть. Вот смотрите, вы сибирячка, дядя Ваня, бабушка, мать-героиня, всё понятно. А там Станислав Ростоцкий, извините, Нина Меньшикова, родители, народные артисты, мир другой. Шестерёнки совпали или нет? Социальные. А вы знаете, совпали, ведь раньше же у нас не было никаких классов, как-то не было таких. Звёзд не было. Звёзд не было, был, ну нет, был, например, там, папа начальник завода, но это тоже уже папа инженер, это тоже, это, конечно, разные вещи, это... Но он был советский человек. Да, он был советский человек, но все равны, поэтому, и это же естественно, я же, меня снимаются, я пробую себе без конца, какие-то пробы, всё время ко мне кто-то, кто-то клеится, кто-то всё время лезет, я всё время обрыкаюсь, потому что воспитание такое тут, ну, руку положил, не подходи, не дотрога такая. Ну, а кто, никто не может защитить, папа с мамой нету рядом, ну, сама там не то, что дралась, ну, так. А... Локтём. Локтём, да, не лезть, да. А здесь, когда они пригласили, вот в первый день, вот это, вот это, это был последний съёмочный день в картине Денис Давыдов, и вот эту мазурку там натанцевали. И папа такой сонный, какой-то такой, мне кажется, старичок, а ему было где-то 50 с лишним лет, это вообще никакой не старичок. Мужчина, да. Мужчина, да. А тогда он оказался какой-то сиденький такой, беленький такой, такой старич, такой, ну, такой, ну, дедушка, ну, такой, ну, уже мужчина такой пожилой, его совсем в возрасте. Мама такая добрая, тоже простая, мы с ней снимались в картине моей Анфисы, просто не было пересечений. Вот, поэтому как-то и они на меня как-то так с интересом полюбили, и, в общем, так не ставили из себя каких-то там, знаете, знать какую-то, нет, этого не было. Всё органично и естественно. Да, отец вообще меня очень любил, просто вот, вообще никакой разницы, ну, как-то, и мама тоже, ну, мама немножко такая, она мама такая властная, ревная, она всё держала в своих руках, такая, ну, какая-то ревность, видимо, материнская была. Она любила сына, конечно. Она любила сына, да, она очень любила сына. Вот, поэтому они хорошо ко мне относились, и никакого высокомерия или какого-то не было. Марин, вы молодая, интересная девочка, вокруг много мужчин, молодых, кино, мужики правят этим пиром, этим балом. И вот трудно, когда раз отказала, два отказала, руку откинула, там где-то отодвинула, это трудно? Да нет, не... А потом, раз отказала, как мне одна артистка сказала, второй раз не позовут. Ну, ничего, все позовут, позовут, вот верьте, позовут. Я думаю, чего-то, я никогда не хотела мужа-режиссёра, а все высматривают, вот, как муж-режиссёр, это надо выйти за мужа-режиссёр. Любишь, не любишь, старый, косой, кривой, лишь бы режиссёр. Нет, и какая-то, и к славе чьей-то, я просто, это было естественно, просто я настолько снималась, я общалась вот с метеортистами всё до этого, всё лето, поэтому, ну, как-то это всё было естественно продолжение, тем более, мне было за что себя уважать, я такая вся правильная, чистая, хорошая девочка, поэтому было всё естественно. Ну, вот этих сопротивляться этой мужской внимания, напору, ну, ничего, нет, я просто бабник, это нехорошо, всё, ничего, ну, нечего тут лезть, нет, мне это не нравится. А, когда маму, вы спросили, расстроилась или нет, мама сказала, ну, там же надо романы с режиссёром крутить, я сказала, у меня никогда не будет никаких романов с режиссёрами. Ну, для советского человека артисты это Б были многие, это синоним, синоним. Вот, ну да, наверное, и в Сибири такие же мнения были, ну, такое мнение, стереотип, но нет, и я, у меня, я, а я буду исключением, и Людмила Марковна Гурченко, тоже у неё такие же принципы были, оказывается, ну, одно дело, романы там, ну, какие-то свои, какие-то, я влюблялась, когда сердцу не прикажешь, да, это всё, но производство, чтобы ради режиссёра, ради ролей, нет. Нет, нет, и Валентина Риона Талызина, которым я учила, и её, которая снималась вот в «Сцены семейной жизни», когда я вот после третьего курса главную, всё лето снималась с ней, но есть примеры, которые… Что научила Талызина? Валентина Риона, да, играла мою маму, вот я после третьего курса… Учила, что романы перешибают профессию, она говорила? Она, значит, она учила, я эти постулаты до сих пор запомнила, она говорила, ну, у меня огромная роль, она тоже мать, у неё большая роль, она очень волновалась. С Виктюком всё время там советовалась, как там ей, что играть, и как-то так она со мной такое, как-то, в общем, тепло. И где-то смеётся, где-то щипала, где-то… Две сибирячки, да. Две сибирячки, там, маленькая, толстенькая, беленькая, и всё, что-то у меня, вот. И она как-то показывала где-то какие-то сцены, где-то учила, а я, открыв рот и слушала, никогда не обижалась на её эти какие-то там, как, может, кто-то мог обидеться. И она, мне запомнились её эти такие постулаты, что ли, на сцене, никогда не сиди всем телом на стуле, на краешке, чтобы вот как-то ощущать сцену. Никогда никаких романов с режиссёрами. Значит, в кино, вообще просто. И всегда дружи с гримерами и костюмерами. Мудро, мудро. От них очень многое зависит. Марина, такой вопрос задам. Вы помните ваши чувства, когда вы узнали о трагической смерти Андрея Ростоцкого? Да, мы тогда были, мы уже тогда развелись, у меня было двое детей, у него родилась дочка. Я помню, я ехала из театра на троллейбусе, там, просто там, рядом с домом. И вдруг раздаётся звонок. Из дома кино позвонила женщина, с которой мы просто, здравствуйте, до свидания. Говорит, Марина, ты знаешь, что Андрей погиб? И я просто у меня всё перевернулось в голове. Это просто год был какой-то жуть какая-то. Просто, конечно, это огромная любовь была. Первая. Первая. Она счастливая, потому что я счастливый человек, что у меня вот мой муж, всё по любви, всё хорошо. Но потом так уже жизнь развела, но это какой-то, всё правильно. В смысле, это было правильнее, правильно, что я за него вышла. Вы были у него на могиле? Да, конечно, мы на похоронах хоронили его. А самой никогда не хотелось просто одной прийти, помолчать? Вы знаете, ну, я так в этом плане деликатный человек. Я так, я его вспоминаю часто, до сих пор я что-то в прошлом году еду, у меня какие-то слёзы наворачиваются, вспоминаю его. И он даже иногда снится, прилетает, ну, так, несколько раз и любит. В смысле, любит, вот я чувствую, он смотрит глазами и чувствует, что он любит меня. Вот это вот, и я просыпаюсь счастливая, что это было. Зритель мой, вот здесь мы поставим многоточие и продолжение нашего интересного, эмоционального и яркого разговора с Мариной Яковлевой. Смотрите, пожалуйста, на следующей неделе. До свидания. Поговорить о жизни – это совсем не то, что поговорить за жизнь. А мы будем говорить именно за жизнь. Она того стоит. И будем стараться мудреть от этих разговоров о нашей радости и о нашей боли, проблемах и победах нашего бытия.